Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем сегодня цикл наших передач о героическом эпосе харгызского народа в Аназе. В предыдущих передачах я рассказывал вам о том, что на основании варианта Сагамбаева-Разбакова вновь написан печатанный роман «Эпос» на харгызском языке. Я его через экспертизу в Академии образования в Министерстве образования и науки Харгызской республики вел школьную программу в качестве дополнительного учебного пособия при изучении эпосомоназа. Затем я это свое произведение перевел на русский язык. И вот в течение более месяца читаю открытки из него к вам. Позвольте мне продолжить чтение своего романа. Начальник пришел в ярость, в штумоназ. Вместо того, чтобы отвечать на его вопросы, сам обратился к нему с вопросом. Мы из народа, как анчина, гневно произнесли, какая опасность нам не выразила, мы никогда не убегаем, не отступаем. Наш начальник Нукер увидел вас издалека и послал нас к вам. Поэтому следуйте немедленно за нами. Моназ проигнорировал его слова и задал еще один вопрос. Скажите мне, богатыри Нукеры, какое у вас к нам дело, кто ваш враг? «Эй, паршивый Чанту!» – даривил еще сильнее китаец. «Почему ты, сопляк, так дерзко разговариваешь с нами?» «Мы не знаем, кто враг Нукера, знать не желаем. Если тебя интересует этот вопрос, ответ услышишь от самого Нукера. А теперь перестань кривляться и быстро иди с нами, иначе умрешь собачьей смертью». Богатырь, никогда раньше не видевши такого унижения и не привыкши к нему, ни на шутку разозлился. «Это ты меня увидишь? Тогда держи меня!» Вот он я. С этим словом Моназ вытаскивал своего острого меча. Он стащил китайца с лошадей, как ребёнка, и с размахом отрывил ему голову. «У меня нет рыбого ответа для Нукера», сурово произнес богатырь и бросил его к китайскому войну. Они оцепенели, не понимая, что случилось, давая им опомниться. Рудья Моназа в боевом критиве Моназ набросились на китайцев. После короткой схватки они уничтожили всех врагов, взяв в качестве добыча их лошади полное полевое обмагирование. В это время Нукер, обеспокоенный отсутствием вести от своих людей, погружился в глубокое раздумие. «Что случилось с моими воинами?» тревожно думал он. «Они должны придуть скоро вернуться. Видимо, с ними срехлась какая-то беда. Несмотря на то, что сейчас ночь может не выступить в поход». Волнованный Нукер немного поразмышлялся отказался от своей затеи. «Нет», – покачал головой китайец. «Так не годится. Во-первых, я не знаю эту местность. Во-вторых, мне так же неизвестно точное количество врагов. Мои войска стоят на открытой местности, а они спрятались в лесу. Поэтому придется потерпеть и дождаться утра». На следующий день, когда Нукер ударил барабан, давая команду выступить, китайцы затрубили в трубах ледь из громкой музыки подошли к реке Уркунг. Сараду весь берег с тополей четыре крепких плота, а они стали переправляться на противоположный берег. Но вместо того, чтобы заходить в воду по отдельности, китайцы дружно ринулись в нее. Из-за быстрого потока плоты начали биться друг от друга, в результате чего более ста воинов тонули в реке. Когда все вышли на велик, увидев, что 800 воинов остались только 690, Нукер пришел неописуемую ярость от гнева и засады. Что это за издевательство бешено за ораловую войну? Желая поймать каких-то сопливых пацанов, мы, еще не встретив с ними, лишились более 200 воинов. Храбрецы, сезлайте коней, не завайте никому спуска и ловите всех врагов. Уполняя приказ, китайцы разбрелись по лесу. Давно следившие за ними воины Монаса моментально окружили их. От действий незнакомцев, рослых, широкоплечий, желтолисты, русскоглазые, чан-чан пришел в рост. Кто вы такие? Поспешно спросил Монаса, стоявший впереди крызы. С какой народа племени вы будете? Где обитаете? Мой предок Тубой-хан, дед Бабр-хан, отец Жаков, а меня зовут Монас, сердит, ответил богатырь. Сто воинов, которые вы пришлали ко мне, лежат, обняв землю, в омптом ущелье. Если у вас есть старая месть, приготовьтесь к бою. Не жалейте себя. Я уменьшу ваше чту. Если я вырвал меч, вместо воды пролил вашу кровь. Когда Монас издал громкий крик, и 84 воина, вооруженные длинными копьями и острыми мечами, собрали в середине поляна. Прежде чем начать битву, богатыри двух сторон решили сразиться на поединке. У китайцев на схватку вышел рост, слышали о каплечи, взорву, как быт, желтолица и богатырь Тункар. Он вырвал из ножа острый меч и выступил вперед. Увидев это, как все недовольно, посмотрел на Монаса. Э, кузен, горько не сказал он. За тебя, видимо, все поголовно погибли. Вместо того, чтобы поохотить на арене и тихо-мирно уйти, мы убили китайцев, и сгордились этим. Считая Синкана легким врагом, ты, негодяй, разворачивала сильное гнездо. Если китайцы выступят с огромным войском, мы не сможем им противостоять. Ты не чужой мне, а близкий родственник. Но если мы перепугу начнем убегать в разные стороны, ты первым начнешь нас винить. Я считал тебя умным человеком, атакася, глуп, разгневно посмотрел на Копчев Монаса. Каждый человек увидит то, что написано у него на роду. Хоть тысячи раз убегай, но если смерть настигнет, умрешь. Поэтому не говори таких гнилых слов. Стоило при тишистан китайцам, как ты испугался. Если будешь так болтать, всех перепугаешь. Поэтому прошу тебя, не пари чушь и сиди смирно. Отчитав Копчев, Монас стал готовиться к поединку против Кумкара. Что ты делаешь? Остановил война. Если ты хан, почему не стоишь смирно? Тогда кто выйдет против Кумкара? Спросил Монас. Я выйду, ответил Копчев, обидевшись на его слова. Он ударил коня в плечи, подскочил к Кумкару, облаченному в синюю досьпи, кальчугу. Казак со всей силы ударил врага в руку копьем. От удара китайц, как осиный листок, слетел с лошади. Разбрызгивая крово в всю сторону, он тут же испустил дух. Разъеленный, в языке расправил на поединение богатыря Булженов на коне оламой ног. Это ты уничтожил Кумкара, презренный Чанту. Криком среднего роста, шаркоплечи, шкуласта, рыжий Булженов, казахов. Не гордись этим, подойди ко мне. Я разорву твою селезенку. Манас, внимательно следившим за поединком, заметил, что у китайцев, кроме меча и копья, имеется винтовка. Это очень его стрелозно. Как бы этот подлезг не обманул Купсю, вместо боя на копьях, не застреливая из винтовки, стал беспокоиться он. Когда Булжен взял ружье и приготовился выстрелить, Манас понял, что его предположения были верны. Беспокоен за кузена, богатый сорвал со спины ружье. Опередив китайца, он метким выстрелом отправил его на тот свет. Увидев, как Булжен слетел с лошади, обнимая землю, и спустил дух, Мукель заревел вне себя от гнева и бешенства. Проклятый алтайец говорил он про себя. Дай им воле, они перебудут всех моих лучших богатарей. Если сам не выйду на поединок, могу лишиться своих бойцов. Мукель взял руки длинные копьё, ударил коня плетью и крикнул воинам. На поединок выйду я сам, никому не двигаться с места. Когда Калмак вырвался вперёд, Манас ударил обкуну плетью и направился к нему в дно. Курчёв схватил за поводья его, Муша и я. Богатарь, что с тобой? Удивлённо спрашивал. Когда я стою на Майдане? Куда ты рвёшься? Я раньше много слышал про Мукера, нетерпеливо ответил ему на нас. Его хвалят, что он самый лучший боец века. Увидев его вид, я пожалел тебя, беспокоясь, как бы он тебя не ранил, я примчался сюда. Нет, я сам буду с ним сражаться, ответил Курчёв. И стреляя из ружья лука, не подняв копьёвый меч, казак внемно подскакал к китайцу. Неожиданно, Мукер вырвал Кукчёв из коня и приготовил ударь его об большой камень, валявшись на обочине дороги. Стревоженный Манас на окуле помчался на помощь кужину. Отпусти Кукчёв, заревлял богатырь, схватил за плечо Мукера, сидевшего на коне. Тот заупрямец ещё крепче сходился за хазаха. Поняв, что он не намерен сдаваться, Манас вырвал обоих из седла. Погоди, негодяй, мстительный подумал богатырь, я тебе покажу, как надо поднимать руку на хоррозов. Он положил на лук седла обоих, помчался к своим войскам. Доехав на них, Манас отрубил голову на Керу и освободил Кукчёв. Увидев кибель начальника, китайцы, молясь своим богом, громко крича, ринулись в атаку. Манас и его товарищи схватили копья и меч, скрикинув в обедин, просив кричь Манас, а не с бешеным напором стали сражаться с китайцами, не давая им передышки. Всё вокруг наполнено с криками, шумом, гамом. Враги били секирами по головам, копьями по груди, мечами по телу, а чёрная людская кровь лилась рекой, а безглавные на голову катились по земле, как мячики. Манас и Кукчёв с двух сторон начали громить китайцев, так что дым стоял коронавшим. Через три часа после начала боя, не удерживших наческих коронавших, китайцев взрывнули. Хотя их было намного больше, но от вага Манаса восемьдесят товарищей были равны силой восьми тысяч воинов. Многочисленным китайцам кровь лилась рекой, земля под ними оседала, и их трупами была устраивана вся земля. В результате китайцы отступили, толкая друг к другу, желая спастись, они бросились в Уркун. Каукони были хорошие, с большим траком смогли выбраться за тот берег. Те же каукони были слабее, опрокинулись в воду. Они, потеряв надежду на спасение, разомблев, как раздавленная грина, накинут на голову подолу, барахтаясь на поверхность и ваду в синих комзонах, судоро взмахив руками, камни уходили на дно. На другой берег Уркуна перебрались только 200 воинов из 700 и стали убегать в сторону горы Будан. А некоторые из них по берегу речки добрались до Жерчон-Перкенто, а затем подскакали к Исенкану. Манас с товарищами одержал полную победу. Они разделили между собой лошадей, оружие, амунирование погибших китайцев. После этого боя Манас получил прозвище Кровопийца. Пловах шестая. Избрание Манаса хана и его победы над великаном Жулоевым. После победы над армией Мемпера Манас и его товарищи переслекли Анарте, проехали Алтайскую равнину и возвратили желтую пустыню Мамыра, на берега Айденкуля, где поселился Жак. Они рассказали людям, что с ними случилось и как они победили врагов. Через три дня после прибытия Манас велел поймать девять лошадей из стада Амбаргоза и зарезать их. После того, как были выкопаны места для очагов, он пригласил к себе всех жителей Алтая от Мала до Велика. Вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Желаю вам всех успехов. До свидания. До новых встреч.